Про Курскую область, что происходит там сейчас и насколько вероятно, что мы зайдем в соседнюю область с Курской? Ну, беспроигрышная ситуация. Вот надо несколько этих точек подставить на 2, да, не 2, а там, чтобы не и, или там еще 3, 4, 5. Просто в информационном потоке сейчас очень много таких контроверсивных суждений по этой Курской операции. Первое, то, что мы сняли большое количество войск с Восточного фронта и просаживаемся по Востоку из-за того, что начали Курскую операцию. Не так это. Почему? Потому что те войска, которые стояли в Сумах, вот их использовали. Для чего в Сумах были развернуты войска? Для того, чтобы сдержать российское вторжение со стороны Суджи, со стороны Курска. Они же там так же кучковались, как и в районе Белгорода в сторону Харькова. Причем долго, несколько месяцев. Поэтому мы там развернули дополнительные части. Причем эти части были сняты не с Восточного фронта. Было, ну, по крайней мере, было заметно перемещение наших частей с белорусского направления. Туда зашли нацполиция. Кстати, большое им за это спасибо. Тихо, никому ничего толком не говоря, не пиарясь на этой теме. Но нацполиция перебросила туда от 10 до 30% своих военнослужащих, которые заменили вооруженные силы Украины вдоль линии границы с Белоруссией. Причем заход некоторых частей Лукашенко воспринял как вторжение. Помните, у него была большая проблема, когда он там выводил войска навстречу и так далее. Мы, кстати, про Лукашенко сегодня отдельно поговорим. Он же там сказал, что он треть армии отправил на границу. Ну, давайте, да. Да, тогда это была замена. Причем такая в режиме ротации на места, где стояли вооруженные силы, то есть на бригады. И зашла нацгвардия, развернулась, заходили, ну, так, видно их было из Минска-то, я так понимаю. Заходили ребята, ну, их научили, как правильно это все делать. То есть хороший такой обмен получился. И те части, которые были, освободились с этого направления. Причем направление это же белорусское, ну, примерно такое же, как и сумское. То есть имеется в виду те же, там, Житомирская, Киевская области, также Черниговская, Сумская, это рядом и примерно тоже по лесу. То есть они просто передвинулись по фронту чуть восточнее. И именно они и начали, развернулись сначала в оборонительные порядки, потом посидели несколько месяцев в обороне, поняли, ну, сколько можно ждать уже в конце концов. Все грибочки пособирали в округе, нигде малины не осталось. Ну, надо пойти еще на Курскую область там пособирать. И, естественно, пошла операция. Понятно, что она была обеспечена разведкой, определенными спецгруппами, той же техникой и боеприпасами, но это не намного больше, чем для оборонительных операций. Потому сказать о том, что там Курская операция забрала с Востока, ну, я бы так не говорил. Это раз. Второе. Сама операция прошла, ну, на отлично, однозначно. Потому что тут даже россияне, помните, кто-то из российских командиров говорил, что украинцы мимо нас просочились, и мы даже с ними и нигде не встретились. Так оно и было. Задача так и стояла. То есть тактического просачивания, просачивания на первую и на вторую линию обороны, а дальше уже и с тыла отработали и развернули, ну, большой плацдарм. Тысяча квадратных километров – это большой, уже можно говорить не тактически, это оперативный плацдарм. Причем выбрано очень правильное месторасположение, то есть зашли на суджу вдоль трубы, вдоль газовой трубы, а дальше начали разворачиваться в сторону Сейма. Сейм – река, которая дает возможность как минимум один фланг прикрыть, левый фланг нашего движения прикрыть Сеймом. И вот после уничтожения трех мостов, после уничтожения двух уже понтонов, это еще плюсом где-то около 700 квадратных километров пойдет к нам в заначку. Ну, а там, может быть, несколько сотен россиян еще приголубим в качестве обменного фонда. Это тоже может быть. И я рассчитываю на ленд-лист, то есть та техника, которая сейчас есть в этом таком оперативном окружении, оперативный котел, его можно называть от Теткина, Теткина, Рыльск, Суджа, ну, примерно так, вдоль Сейма, я думаю, этот вопрос будет решен. Потому развитие ситуации по Курску, оно положительное, хорошая, положительная динамика. Сейчас уже видно в задачи, которые стоят, именно там военные задачи имеются. Там еще есть часть политических задач, но военная, как минимум, первая задача уже выполнена. Можно здесь 5 баллов, вернее, отлично ставить. Это рассеяли российскую группировку, взяли там в плен, ее уже нет, ничего не угрожает суммам. Ну, и вторая задача сейчас будет выполняться, попытка заставить российское руководство перебросить на это направление российские резервы с Восточного фронта. Часть войск они там сняли, но это пока, можно сказать так, ошметки. Если они реально не должны снять от 30 до 50 тысяч резерва, перебросить на Курск, тогда мы, может, остановимся. А если они этого не сделают, будет продолжаться движение вдоль Сейма, причем с выходом сначала на Рыльск, потом на Льго, потом на Курчатов, потом на Курск. Это так Сейм идет. Вот он выходит с Белгородской области, там исток его и дальше идет мимо Курска, в обратную сторону. Но Курск, Курчатов, Льго, Врыльск и на Теткино заходят в Украину. То есть вот так и будем двигаться, пока россияне не примут решение перебрасывать с Восточного фронта войска. Потому мы здесь, так сказать, в хорошей позиции политической, военной и на 100% беспроигрышная позиция. А уже беда, которая есть по Восточному фронту, а реально у нас беда, то есть мы там просаживаемся, она к Курску отношения на данный момент не имеет в разворачивании наших войск, но она может принести большой положительный момент, если россияне оттуда снимут резервы. Беда у нас по Востоку, она из-за недостатка боеприпасов. Реально, вот конкретно недостаток боеприпасов, причем тех, которые нужны для уничтожения российской пехоты. Мина 120-я, вот была бы там 120-я мина, россияне так бы не двигались. 82-я мина и 155-й кассетный боеприпас. Вот этих трех позиций там не хватает. И как только они появятся, я думаю, появятся, ну уж надо быть полным идиотом в Министерстве обороны, чтобы не заказать этих позиций и не подвести или не проплатить. А сейчас есть какая-то информация в интернете, что не проплачены, не проплачены эти позиции, Министерство обороны подвести не могут. Я думаю, сейчас волшебный пендель, который выпишут Министерство обороны, он даст возможность и быстро проплатить, и подвести, я думаю, мы и оккупируем ситуацию по воскресенью. Уважаемые зрители, лайк нажмите прямо сейчас, нравится под этим видео, чтобы нас было как можно больше. Спасибо большое. Роман Григорьевич, под неподтвержденной информацией СМИ сообщают, что якобы там Путин топал ножкой и говорил, что до 1 октября надо освободить занятые украинской армией территории Курской области. Как думаете, что для этого России нужно, сколько снять с Восточного фронта? Есть ли у них такой потенциал в принципе, не просядут ли они, и что мы будем делать в случае таком, как могут развиваться события? Ну и в принципе, мог ли быть такой приказ до 1 октября? Ну, однозначно, он есть, когда выходит в информационный поток цифра какая-то, дедлайн, то есть это говорит о том, что Путин ее согласовал, просто так бы в российском информационном поле цифры бы не появлялись. Если эта цифра появляется, что-то не происходит, то они же Путина подставляют, они же там их на Колыму поотправляют, все эти издания информационные. Поэтому однозначно этот вопрос был, но за последние лет 10, так вот слежу за этим, человек, не знаю, как его называть, да, ну пусть правитель России, так вот у него, когда он показывает какую-то цифру, это значит, у него на данный момент нет решения. То есть когда он обозначает дедлайн, он сказал 1 до 1 октября, там сделать то-то, то-то, значит он на данный момент не знает, как это сделать. Он просто переносит эти все цифры, все дальше, дальше, ну а тут называется за определенное время либо по дешах, либо шах помрет. Примерно так вот его стиль поведения. Поэтому этим надо сейчас пользоваться, я думаю, наши командиры этим воспользуются. Он не знает, что делать. Мы же видим, что пытается со всей, по сусекам поскрести со всей Ивановской губернии, собрать какие-то ошметки российских войск, попытаться заткнуть эту ситуацию, но толку же этого абсолютно никакого. Вот как-то более-менее похоже на принятие решения. Вот вчера было принято россиянами решение создать уже три объединения. Это уже войсковая операция, войсковые объединения Курск, Брянск и Белгород. А это уже началась войсковая операция, но только поставили, как всегда, героя Украины генерала Лапина. Этот генерал очень много для Украины сделал, это сарказм, конечно, ему уже давно героя Украины надо давать этому генералу российскому. Но слишком много хорошего он для Украины сделал, начиная с 22-го года. То есть, начиная с Белогоровки еще, если помните, все эти переправы, десятки погибшей техники российской на этих переправах. И до сих пор Белогоровка как стояла, так и стоит. Там и Виагры не надо. Все нормально, северское направление под Лисичанском. То есть, этот момент сейчас с россиянами упущен. Он упущен по принятию решения. Почему? Потому что нет механизма. А механизм, вы правильно говорите, он единственный, мы про это постоянно проговариваем. Им надо снять уже где-то 1050. Как минимум, с Восточного фронта перебрасывать не только в Курское направление, в Белгородское и Брянское. Почему-то как-то мало об этом кто сказал, но наши беспилотники уже начинают атаковать Брянскую область. Причем FPV, то есть FPV-дроны начинают работать по Брянской области и по Белгородской. Брянская – это севернее Курска, Белгородская – южнее. На Брянскую мы как-то с вами говорили. У Нечи – это самая такая основная цель у нас должна быть. Там километров 40 до Уничи. Там ЛПД стоит, линейная станция диспетчерская по перекачке нефти, по трубопроводу «Дружба» питает в Беларуси, Прибалтику, Польшу, Германию, Венгрию, Словакию и Чехию. То есть этот момент, я думаю, в ближайшее время как-то будет востребован. Плюс Белгород, Белгородская область само собой. Там россияне на нас наступают, пытаются. Ну и у нас там есть возможность чуть западнее, северо-западнее этих участков в районе Липцев и Волчанска начать боевые действия. Потому россиянам может даже не хватить 50 тысяч. Это сейчас им надо 30 до 50. А пройдет несколько недель, им надо будет уже 50-70 туда перебрасывать для того, чтобы все 600 километров границы перекрыть войсками. Подождем, подавим. Я так понимаю, как раз одна из задач, как раз сдавить российское руководство в этот край непуганных идиотов в сторону России на север, для того, чтобы они приняли решение о снятии войск с Восточного форта. Роман Григорьевич, а что с F-16? Можно ли какую-то давать оценку их применения? Ну, F-16, это же как суслики. Их не видно, но они есть. Ну, вот примерно так, да. То есть, есть их определенное количество. Они работают, исходя из некоторых ударов по... В том числе, кстати, по российской территории. А можно говорить о том, что F-16 работают хармами, работают GBU-39, работают G-DAM-ами. То есть, в принципе, работа F-16 идет, но я думаю, пока их все-таки в основном держат на правом берегу Днепра для решения вопросов с шахедами и ракетами российскими. Особенно с шахедами. Очень хорошо F-16 справляется с шахедом. Дело в том, что у него прицел ночной. Ну, то есть он ночью... Шахеды же в основном ночью ходят. У него хорошие ночные прицелы, и он его пушкой разносит на молекулы, вернее, на кварки. Там есть такая опция, по крайней мере. Но мы увидим F-16 только тогда, когда нам передадут средства поражения дальние. Вот реально это ракеты джазы. Вот как только начнут у россиян взрываться аэродромы, и военные объекты на глубинах от 300 до 900 километров, вот это работает джаз. Почему? Потому что там боевая часть полтона, и мы точно заметим этот удар. Это не беспилотник со 100 килограммовой авиабомбой. И точность, конечно, совсем другая. То есть увидим, но не так быстро, как бы хотелось. Пока не появится хотя бы бригада. На бригаде это 40 самолетов. Пока не появится 40 самолетов, мы так реально на поле боя их не увидим. Скажите, пожалуйста, про Лукашенко, возвращаясь с заявлением Александра Григоровича, что треть белорусской армии он отправил на границу с Украиной. Это для кого заявление? И есть ли ему что отправлять? И вот какие-то белорусские танки якобы тоже были отправлены то ли на границу, то ли лично Путину в подарок. Что скажете об этом взаимодействии? Ну, все просто. Путин требует от него прикрыть Брянскую и Курскую области. Ну, в Курскую он не полезет, но хотя бы Брянскую. Ту же Унечу, которая, в принципе, питает Мозырьский и Нафта. Это ж нефтепровод как раз и белорусские НПЗ питает. И Путин его заставляет развернуть войска хотя бы в Брянской области, то есть вдоль Черниговской. Сейчас они стоят и так вдоль Черниговской. Это Гомельская область, белорусская. Гомельская область, она граничит с Черниговской областью. Так вот, он пытается заставить Лукашенко, чтобы он вдоль Черниговской области, но зашел уже и на Курскую, Российскую область, извините, не Курскую, а Брянскую область, прикрыл хотя бы Унечу. Клинцы и Климова, то есть это направление. Ну, а, естественно, Лукашенко этого мягко, так скажем, не хочет. Ему ввязываться в борьбу может дорого стоить, и он сейчас пытается показать, во-первых, использование своей армии для Путина, то, что у него некого отправлять, у него в конце концов с границей с Украиной тысяча километров границы, ну, примерно тысяча километров границы. То есть, а у него войск, ну, пусть несколько десятков тысяч. Так он информационное поле дает как раз для Путина о том, что с нашей стороны стоят 120-тысячное украинское войско, готовое напасть на картошку Лукашенко и всю ее выкопать до основания, лишив семенного фонда на следующий год. Ну, вот примерно так это он все подает. С этой точки зрения ничего плохого нет. Ну, ради бога, хай потопчется. Единственное, что вывод, у него был вывод на границу системы ПВО. Он развернул ПВО вдоль нашей границы, но и начал сбивать российские беспилотники. Часть, вот сегодня шло сколько? Больше 70 беспилотников, полсотни мы отминусовали, ну, в районе 70 шло, полсотни мы отминусовали, а часть же беспилотников пошла на Беларусь, и белорусы уже начали их уничтожать. Почему они туда идут, пока непонятно. То есть, иногда заходят на белорусскую территорию, потом уже с территории Беларуси возвращаются в Украину. Вот такой интересный заход. И вот белорусы начали их уже минусовать. Российские беспилотники, которые заходят с России в Украину, потом разворачиваются, идут в Беларусь, и потом разворачиваются опять туда, где-то в район ровно на запад нашей страны, уже заходят со стороны Беларуси. Тут провокация – это один из вариантов, а другой вариант – это попытка спрятаться на территории Беларуси от нашей ПВО. Так вот, белорусы начали их уже уничтожать на своей территории, воспринимая их как украинские беспилотники. Ну, они же не знают, какой беспилотник ракет, начали их минусовать, вот именно разворачивая систему ПВО у себя. Потому, пока на данный момент, ну, ничего плохого не происходит. Я больше скажу, вот это количество беспилотников, которые отминусовали белорусы, они не прилетели обратно к нам. Потому, можно сказать, Лукашенко здесь прикрыл, показал, кстати, нашим партнерам, натовским, как надо правильно уничтожать российские воздушные цели. По поводу наших западных партнеров, все-таки, вот еще раз, Дания, которая говорит, да, мы можете использовать российское наше оружие там и дальше на территории России. Как на данный момент с позиции Соединенных Штатов, Великобритании, да и той же Германии, как думаете, есть ли в перспективе надежда на то, что мы полноценно сможем работать всем западным оружием, по всем военным объектам Российской Федерации? После выборов президента Америки точно, но до выборов, вот до какой степени держится этими крысиными лапками за договоренности байденовская администрация, ну, очень сложно сказать. Возможности есть, вот уже полетели на Москву. То есть, в принципе, некоторые страны, как Дания, большое им спасибо, они же нам F-16 передают. То есть, даже как понятно, что F-16 это платформа, платформа, на которую подвешивается в основном американское вооружение, в принципе, как бы там Дания нам не разрешала использовать F-16 по российской территории, мы же с рогатки пулять туда ж не будем, да, и максимум на этом F-16, ну, пушка, хорошая пушка, вопросов нет, но только воробьев гонять на российской территории маловато. А весь практически боевой потенциал это американское вооружение. А вот здесь пока не сложилось. Хотя, исходя из работы атакамсов, уже я сегодня видел работу атакамсов по российской территории. Причем, атакамсы стомильные, кассетники М-39 отработали по российским понтонам в Курской области. Это кассетники работали. А это значит, нам дали возможность работать хотя бы стомильными М-39. А потому не исключаю возможности, что часть вооружений будет работать по российской территории с F-16. А вот уже какая часть, будет зависеть от того, что нам передадут. Вот то, что у нас уже есть и то, что заявлено, это то, что, вернее, у нас уже есть то, что заявлено. У нас есть Харма, у нас есть Горбуны, у нас есть М-120, М-9, у нас есть Джедамы, у нас есть GPU-39. Этим всем мы уже работаем. Потому ничего, так сказать, нового. Нового – это когда придут Джазмы. Вот за Джазмы борьба должна стоять. Как только придут Джазмы, начнут работать на дальности под 900 километров, поверьте, сразу у нас появятся еще и Таурусы немецкие, ну и Стормшеду, и Скалпы. Наверное, впереди эти Джазмы будут лететь, дорожку посыпать песком, чтобы им хорошо летелось. По поводу ядерной угрозы, если заметил наш зритель внимательный, перестал Путин, да даже Медведев, упоминать ядерное оружие. Роман Григорьевич, есть ли в этом какой-то симптом? Ну, во-первых, то, что на это никто не реагирует, это уже понятно. Причем вопрос-то вот какой. Одно дело грозится ядерным оружием по украинской территории, а другое дело начать эту тему, если ее дальше продолжать, то получат же они вопрос по применению ядерного оружия уже по Курской области, по украинским войскам. А здесь уже вроде как никто не удерживает. И россияне, то есть Путин с Медведем прекрасно понимают, если их начнут, и у них начнут требовать применение ядерного оружия по своей территории, ему же нечего будет сказать. Ну, то есть, и он убрал просто эту тему с эфира. Вот совсем убрал ее с эфира, понимая, что у него эта тема на данный момент, после того, как мы на российскую территорию зашли, она, получается, идет по нему в негативе. Просчитали там же, ну, пусть у Скобеевой там лицо противозачаточное, но в голове у нее там что-то все-таки есть, и они, скорее всего, сложили ему видение этих процессов, что не надо эту тему поднимать, иначе нам придется отгавкиваться от вопросов, а почему не применяют ядерное оружие, допустим, по судже. Вот примерно вот такой вопрос. Потому я не думаю, что в ближайшее время, пока мы будем находиться на российской территории, вообще тему информационное поле ядерного применения будут поднимать. Как думаете, как скоро может начаться операция крымская? Ну, крымская операция однозначно начнется после захода достаточного количества самолетов и средств поражения. Опять же, без джазмов F-16 нужны для крымской операции, но без джазмов они ничего не сделают. То есть они даже Storm Shadow и Skalp не поднимут. Они только поднимают только джазмы из того, что у нас есть. Потому, я думаю, крымская операция начнется уже тогда, когда получим хотя бы бригаду. Ну, это, наверное, не раньше сентября-октября. Вот тогда именно крымская операция уже наземная операция. А воздушная, она уже идет. То есть мы же работаем и ракетами, и беспилотниками, и отминусуем. И все эти КАСТы, С-300, С-400, уже части С-500 до Керчи уже дошли. То есть весь этот процесс, он уже идет. Идет подготовка к уничтожению Керченского моста. Но пока что-то вокруг него пляшут, непонятно чего. Может, растроговывают. Кто его знает, надо будет посмотреть. Но готовность, в принципе, по работе по Керченскому мосту есть. Если в ближайшую неделю не отработаем, ну, это значит, на что-то его поменять. Субтитры сделал DimaTorzok